Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить первую часть игры зомби против растений и у нас на очереди восьмая миссия. В предыдущем уровне мы получили зубастик, новое вооружение и получилось так, что у нас список состоит уже из семи растений. Так как в миссии мы можем выбирать только шесть, значит чем-то мы должны пожертвовать. Пожертвовали горохом, у нас есть ледяной горох, который не хуже справляется, чем обычно, даже лучше. Оно правда стоит почти в два раза дороже. Взяли мы конечно же и новое вооружение зубастик, поможет нам справляться с противниками, особенно с такими вот самыми сильными. Это с ведром на голове и есть атлет. Хотя у атлета особой защиты нет, только его шест, который позволяет ему передвигаться очень быстро по полю. А мы сейчас посадили 4 подсолнуха и также посадили бомбу картофель, которую поставили на первую линию. На пути следования первого зомби. Идет к нам уже второй зомби. И мы поставим тоже бомбу картофель. А мы уже сейчас начинаем садить второй ряд подсолнуха. Думаю, что два ряда нам хватит. И уже после того, как высадим, будем садить активно и ледяной горох, так же и нашего нового растения зубастик. В принципе, уже по деньгам можем это делать. Ставим сейчас второй ледяной горох. На четвертой линии там у нас идет один такой вот одинокий зомби. И высадили уже два ряда подсолнуха. Вот теперь можем уже развернуть пассивную на полную катушку. Высаживаем сейчас первый зубастик. На третьей линии там у нас ничего нет. И за зубастиком ставим орех. Такое вот прикрытие. Если будет несколько зомби, чтобы его орех на какое-то время прикрыл. Потому что зубастик у нас с этим тоже есть во второй части. Называется чампра по-английски. Переваривает пищу очень долго. И если два зомби, то его попросту самого съедят. На второй линии тут у нас идет зомби с ведром. Мы поставили бомбу-картофель, потому что я думаю, что ледяной горох с ним не справится. То есть это надо как минимум несколько штук. Но я думаю, что чтобы было побыстрее, мы вообще посадим зубастик. Который его с удовольствием съедает. И бомба-картофель нам не пригодилась. Оставим ледяной горох на пятую линию. Там у нас есть зубастик, но думаю, что вместе будет веселее. Нам сейчас надо посадить чампра. На первой линии к нам идет зомби с колпаком на голове. В принципе, с ним мог бы исправиться ледяной горох. Но с зубастиком намного все быстрее. Посадили орех на второй линии. На какое-то время он сможет задержать зомби с колпаком, так как чампра переваривает пищу. Но сейчас вот уже успел окончательно съесть противника. Ставим на второй линии бомбу-вишну и убираем троих зомби. А на нас сейчас надвигается финальная волна, к которой мы готовы. А есть ряд, состоящий из чампра и ряд из ледяного гороха. Ставим еще один орех на четвертой линии. И к нам идут, не могу сказать, что многочисленные, но немало зомби. Большую часть из них съест чампра. А мы еще к плантации зубастиков добавим еще одного на третьей линии. И таким образом остается последний зомби с ведром на голове на второй линии, которого съедает чампра. И мы проходим эту миссию, после чего получаем горох за 200 монет. На этом будем прощаться. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока.